Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. До плюс 30 шторм прогноз из-за жаркой погоды объявили в крае. Тысячи населенных пунктов могут угрожать лесные пожары. Обвиняются в поддержке высокой цены на уголь для Ировской ТЭЦ. В Барнауле начался суд над участниками крупнейшего картельного сговора. Катюша, Смуглянка и три танкиста. Какие еще песни исполнили в трамвае Победы, который сегодня курсировал по городу? С сегодняшнего дня и до следующего понедельника в регионе объявлена высокая пожароопасность. По прогнозу синоптиков температура будет доходить почти до 30 градусов. В правительстве края определили больше тысячи населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров. С начала года в крае произошло уже больше двух тысяч пожаров. Из них почти полтысячи ландшафтные. Впереди длинные жаркие выходные, дачи, шашлыки и все это только добавляет работы спасателям. Опасения вызывает тот факт, что далеко не все жители провели работы по очистке своих дачных участков. Так не обошлось без возгораний на первомайских праздниках. В конце апреля, по словам сотрудников МЧС, ситуация была непростая. Сильные порывы ветра, быстро переходящий огонь на леса и поля. Но ситуацию удалось удержать под контролем. У нас прошедшие праздники, и вот с 27-го числа объединен отоборот в противопожарный режим. С одной стороны, погодные условия способствовали, будем говорить, более-менее спокойной обстановкой. Вместе с тем, обстановка была достаточно очень серьезная. Были у нас 29-го числа очень тильные шквалистые ветра порывистые, при тем, что у нас еще зеленая трава не вылезла. При обсуждении обстановки с пожарами, с трагическими последствиями, специалисты отметили, что наиболее эффективной мерой является оборудование жилья автономными пожарными извещателями. Сегодня в Барнауле официально завершился отопительный сезон. У потребителей по постановлению администрации города начали отключать тепло. И уже с 14 мая энергетики приступят к гидравлическим испытаниям инженерных сетей. В связи с этим в Барнауле начнут отключать горячую воду. Этот процесс пройдет в два этапа. Сначала гидравлические испытания, затем ремонт трубопроводов. В общей сложности срок отключения составит около двух недель. Отметим, в Рубцовске отопительный сезон завершился 6 мая, в Бийске еще раньше 2 числа. В Алтайском крае в суд направили уголовное дело, связанное с картельным сговором. Следователи завершили расследование дела в отношении предпринимателей из Барнаула и двух руководителей компании, которые занимаются оптовой поставкой твердого топлива. Они обвиняются в совершении преступления ограничения конкуренции. По данным следствия, в 2022 году муниципальное предприятие Яровское теплоэлектрокомплекс объявило аукцион на закупку каменного угля для местной ТЭЦ. На участие в аукционе претендовали три субъекта, которые являются конкурентами в сфере оптовой торговли твердым топливом. С июня по ноябрь 2022 года обвиняемые вступили в картельный сговор, таким образом искусственно обеспечив победу одному из предпринимателей. Якобы победившая организация сделала лучшее ценовое предложение. В результате неконкурентной борьбы на электронном аукционе между обществом и муниципальным унитарным предприятием был заключен муниципальный контракт по завышенной цене на поставку каменного угля на сумму 719 млн. рублей, выполнив который обвиняемые извлекли и распределили между собой доход. В ходе следствия фигуранты частично погасили ущерб, причиненный муниципальному унитарному предприятию 79 млн. рублей. Также на имущество обвиняемых наложили арест. В общей сложности это 880 млн. рублей. Допрошено более 100 свидетелей, изъяты многочисленные документы. На данный момент уголовное дело из 38 томов направлено в суд. К другим темам. Трамвай Победы проехал сегодня по улицам Барнаула. Специально украшенный вагон, в котором исполняли знаменитые песни военных лет, горожане встречали тепло и радушно. Об этом далее в сюжете Марии Костылевой. Вот так в тесноте, но с особой атмосферой ехали сегодня пассажиры-единицы. По традиции победный трамвай на конечной остановке встречают школьники. Ребята инсценируют встречу с бойцами, которые возвращаются домой с фронта. Трамвай будто поезд. Остановка заменила перрон. Он приедет, а мы будем все радостно петь «Катюшу». А трамвай будет тресаться от их танцев. Мы сюда пришли, чтобы праздновать 9 мая. Но это четверг. И мы ждем трамвай Победы. К встрече с вагончиком Победы готовились. В руках транспаранты благодарности, на головах пилотки и веют советский флаг и цветы. Томительные минуты ожидания. И вот, наконец, на рельсах виднеется долгожданный состав. Опознать его несложно. Вагонь тематически украшен. Младшеклассники поют военные песни. Педагоги аплодируют и поддерживают. Школьники, современные дети, современная молодежь пропускают через себя те эмоции, которые, возможно, ощущали наши прадеды, когда возвращались домой с Победой. И именно такие мероприятия позволяют не просто через рассказ, пересказ каких-то событий, а вот именно погрузиться детям в те эмоции, ощущения. Пляски под аккордеон, задорные частушки и военные песни. Знаменитые Катюша, Смуглянка, Тританкиста и, конечно же, День Победы. Вагончик Победы курсировал по улицам Барнаула уже пятый год подряд. За это время на нем успела проехать и окунуться в атмосферу Победы больше тысячи горожан. Мария Костылева, День с толком. Долгожданный ремонт улицы Сергея Семенова сегодня начался в Барнауле. Дорога, на строительство которой направят 250 миллионов рублей, будет здесь четырехполосной. Кроме самой проезжей части, дорожники построят ливневую канализацию, тротуары, велодорожки, парковки и примыкания вдоль улицы и в местах остановок общественного транспорта. Также оборудуют пешеходные переходы, затем обустроят зеленую зону, установят светофоры и смонтируют освещение. Работы планируют завершить к октябрю. Современную офтальмологическую клинику стоимостью в миллиард рублей обещают построить в центре Барнаула. Об этом сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Новое здание должно появиться по адресу проезд 9 мая 7 рядом с уже действующей краевой офтальмологической больницей. По плану в учреждении должна разместиться поликлиника на 100 посещений в смену, дневной стационар на 60 коек и 2 операционные. В дневном стационаре внедрят так называемую хирургию одного дня. Благодаря этому число операций должно увеличиться до 18 тысяч в год. Проект будущей больницы уже готов. Стоимость объекта оценивают в миллиард рублей. Средства выделят из бюджета края. Вернемся к главной теме этой недели – 79-й годовщине Великой Победы. Сегодня это событие торжественно отметили на сковородке Политеха. Мероприятие традиционное, но в ВУЗе каждый год придумывают новые формы празднования 9 мая. Школьники, кадеты, юнормейцы, представители воинской части – все сегодня гости Политеха. Принимающая сторона, полице-руководство ВУЗа, преподаватели, студентов военно-учебного центра. Сегодня они при параде и готовы к параду. Специально поступал в Политех ради того, чтобы пойти именно на военно-учебный центр. Более специализированно я обучаюсь обслуживанию военной техники, именно танков Т-72. Нас обучают строению, ремонту, эксплуатации. Танков на сковородке не было, но была военная техника. Автомобиль КАМАЗ, который стал импровизированной сценой, предоставили партнеры Политеха – представители военно-космических сил. Они же сегодня показали свои умения и боевые навыки. Всем любозом мешали от войны до войны. Наблюдали за действием и прохожие, которые на сковородке оказались случайно. Но их захватило. Да и предстоящий праздник для них не просто дата в календаре. Слезы на глазах, наш праздник. Мы это все прошли, миленько. Я до войны родилась. Войну все прошли. У меня брат погиб, Пашенька у меня с 26-го года. Погиб и так, не знаю, никакого нам ввести даже не было. Для меня вообще святое. У меня отец погиб. Я нерожденная осталась. Отец погиб. Мама нас двоих поднимала. О праздничной дате знают и те, кто в России совсем недавно. Студент из Камеруна, не задумываясь, рассказал все, что знает о Дне Победы. Во время Второй мировой войны Россия воевала с фашистами. И в 9 мая 1945 году Россия победила над фашистами. Кстати, в рамках празднования Дня Победы иностранные студенты выступили с интересной инициативой, которую в Политехе с удовольствием поддержали. Правда, в большей степени это студенты из стран бывшего Советского Союза. Рассказать о своих родственниках и вот свои воспоминания своих родителей, свои воспоминания об этих родственниках поместить на сайт. И сегодня мы презентовали сайт, где каждый желающий, мы назвали его, политехники помнят, может рассказать о своих родственниках. И вот самое интересное, что в первую очередь, конечно, наши иностранные студенты откликнулись, наши немножко, видимо, обдумывали это, а вот иностранцы, потому что у нас общая страна была, общая победа. Праздничный парад Бардаунского гарнизона еще впереди, а сегодня стройным маршем по сковородке прошли студенты военно-учебного центра, завершая мероприятие в честь Великой Победы. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, День с толком. И вот сегодня стала известна окончательная программа празднования Дня Победы в Барнауле. В этом году 9 мая пройдет немного скромнее, чем обычно. Так в нашем регионе, как и по всей стране, не будет шествие бессмертного полка. От его проведения, а также от праздничного фейерверка отказались ради безопасности людей. Но по традиции пройдет торжественный парад, он состоится в 10 утра. Готовиться к нему начали заранее. На площади Советов уже установлены трибуны, на проспекте Ленина множество флагов. В торжественном прохождении войск Барнаульского гарнизона в этом году примут участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. В составе колонны будут и ретроавтомобили военного времени. В 13 часов по проспекту Ленина пройдет краевой забег Кольцо Победы. Но регистрация участников начнется раньше, в 10.30. Еще один забег за нашу победу в рамках Всероссийского дня бега начнется на площади Советов с 14 часов. Праздничные торжества в Барнауле параллельно будут идти и на площади Сахарова. На главной сцене творческие коллективы и солисты будут выступать с 12 часов до 8 вечера. Добавим, праздничные программы пройдут во всех районах города, в Октябрьском, в сквере имени Германа Титова. В железнодорожном будут работать три молодежные площадки, в Центральном, Индустриальном и Ленинском районах. Центром притяжения станут парки «Центральный», «Лесная сказка» и «Орликино». А теперь к сегодняшнему событию – Дню радио. Еще несколько лет назад об этом в виде СМИ говорили, что оно изжило себя. Но радиоприемники сменяют умные колонки, и радио продолжает приспосабливаться к жизни в эпоху интернета. По статистике его регулярно слушает каждый пятый россиянин. Много ли среди них бурнаульцев, наша съемочная группа решила выяснить, задав вопросы напрямую самим горожанам. Часто слушаете радио? У него даже радио есть. Только радио не часто слушаю. Ну, периодически там. Когда в машине едем. Только на даче. Только на даче? А в машине? А в машине нет машины. А что больше всего нравится слушать? Ну, музыку и новости. Говорят о новостях, что творится в мире. Я стараюсь в это не углубляться, но в пары такси едешь, слушаешь и понимаешь, что хорошо, что сейчас плохо у нас. Да на радио есть просто анекдоты в стиле шепеляют. Ну, люди шепеляют и рассказывают. Прикольно. Ну, и, конечно же, гороскопы. Куда без них? На радио себя еще не изжилу. Нет, себя не изжилу, потому что иногда бывает, что новости можно услышать по радио быстрее, потому что чаще всего находишься за рулем и слушаешь в дороге. В вашу юность радио было другим или примерно то же самое? Ну, наверное, новостей было побольше и новости были попозитивнее. Сейчас очень много негативных новостей. Утром вставали по радио, там гудки начинались, что на работу уже шесть часов, нет, без пятнадцати, гудки были. А зарядку делали по радио? Да. Ну, было, да. Делали, и зарядку делали, и песни пели. В гастроли по разным городам страны, от Магадана до Луганска, отправляется государственный ансамбль песни и танца Алтай. За время двухнедельного тура коллектив представит наш регион на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. До отъезда, в преддверии Дня Победы, артисты представили одноактный спектакль-балет «Дом у дороги» о Великой Отечественной войне. Подробнее в сюжете. Счастливая юность крестьянской рабочей молодежи, состоящей из ребяческих драк, девичьих сплетен и настоящей дружбы, влюбленности и самых светлых планов на жизнь. Войны никто не ждал. В один момент все мечты разбились, как волны о камень. Спектакль «Дом у дороги» написан по поэме Александра Твардовского. Классику барнаульской публики показывают не первый раз. Для ансамбля «Алтай» этот спектакль – один из прижившихся. Его артисты исполнят и на предстоящих гастролях. У нас в этом году очень интересная территория Российской Федерации. Это Якутия, Алдан, Магдагачи, Благовещенский, Магадан. Из Магадана мы летим сразу в Москву, на нашу великолепную выставку ВДНХ. В рамках того, что мы работаем на выставке, мы еще вечерами даем больших два концерта. Один у нас концерт будет в Доме музыки, где мы представим московскому искушенному зрителю наши спектакли современной хореографии – это Болерой Рахманинов. А на следующий день в Доме офицеров мы даем большой благотворительный концерт с помощью воинам нашим на СВО. По словам руководителя ансамбля, главное испытание на гастролях – преодолеть тысячи километров в короткие сроки. Но артисты готовы к трудностям. Эмоционально это окупается вниманием зрителей и тем, как они встречают. И чаще всего, когда ты искренне отдаешься процессу, зрители это чувствуют. И все то, что ты потратил в плане эмоций, в плане ощущений, это все окупается вдвойне, иногда и втройне. И это дополнительный рост в плане и выносливости, поскольку это сложные графики, и в плане роста профессионального, как артиста. После поездки на Дальний Восток коллектив должен отправиться на гастроли в Луганскую Народную Республику. А в Луганске у нас программа «Взгляни на эту землю», и мы тоже представим наш регион. И будут и народные песни, и танцы, будут что-то говориться о наших великих земляках – Шукшин, Золотухин, Рождественский. Представим их творчество. Впереди у государственного ансамбля такая же уже привычно насыщенная программа. Только за прошлый год Алтай дал 70 концертов. К 1 июня коллектив вернется в родной регион, готовится к малым краевым «Дельфийским играм» и «Шукшинским дням», где уже обновленный репертуар представят родному зрителю. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Мини-футбол развивается в крае. По крайней мере, такой вывод напрашивается, исходя из того, что растет число команд. За прошедшие зимние сезоны их стало больше сразу на полсотни. Клубы активно создают в райцентрах региона. Такая тенденция, говорят эксперты, не может не радовать. Но чем еще запомнится уходящийся сезон и кто заявил о себе в нем наиболее ярко, расскажем далее. Более 150 команд и около 3000 игроков. Такого масштаба мини-футбола в крае не было несколько десятилетий. И такая тенденция позволила организовать и больше, чем ранее число мини-футбольных лиг. Сегодня их почти 20. Конкуренция серьезная, победители заслуженные. Это изюминка того длинного зимнего чемпионата, который команды провели. И я доволен, что сегодня столько команд, столько народа, еще раз повторюсь, что они вовлечены. И действительно мини-футбол в Алтайском крае, он любительский мини-футбол, проводится на высоком, высочайшем даже уровне. Но тут возникает другая проблема. Катастрофически не хватает инфраструктуры, спортзала, стадионов, игровых комплексов. Самая главная проблема – это количество залов. Потому что то количество участников и команды футболистов, которые хотят играть в футбол, в мини-футбол, особенно в зимнее время, наши залы, в частности города Барнаула, Бийска, они просто не позволяют вместить всех желающих. Поэтому будут залы, я думаю, что количество команд будет еще гораздо выше. А пока центральный матч всего сезона – финал Кубка между Динамо-Алейск и командой Сиброуд-Алтполитех. Сотни валельщиков пришли посмотреть на этот матч, который, как по заказу зрителей, завершился серией пенальти. Лучшие команды и игроки сезона не остались неотмеченными, получили ценные призы и уже готовы к началу летнего чемпионата, который стартует сразу после майских праздников. За это время пройдет 19 различных футбольных лиг. Дмитрий Дроздов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин